Привет, друзья и подруги подпольной правды! Часто получается, чего греха таить, что новости, которые мы с вами обсуждаем, на самом деле не новости, а старости. Некоторым по 10-20 лет. Конечно, куда торопиться-то? Вся жизнь, как говорится, впереди. Но сегодня мы решили пойти другим путем и приготовить программу, что называется, «На слобу дня» по самым горячим новостям интернета. Так что в эфире на 3dabi.games.tv.ru самая зубастая передача по версии Российского Союза стоматологов «Подпольная правда». Ну так вот, у меня, значит, тут на бумажке выписаны новости, поскольку тут ноутбук это мне для красоты поставили, я его даже включать боюсь. И начну я с самой печальной новости этой недели. По данным компании Harris Interactive, которая по заказу Intel провела специальное исследование, половина женщин любит интернет больше секса. Да? Выяснилось, что интернет многих интересует больше, чем секс. С половиной, почти 46% из числа женщин, принявших участие в опросе, заявили, что предпочтут посидеть в интернете, суки рваны, нежели предаться плоским удовольствиям. Утешает только одно, речь шла о двухнедельном испытательном сроке. Но при этом удручает, что возрастное разделение таково, сеть вместо секса выбрали 49% девушек в возрасте от 18 до 34 лет. А это, как говорится, ебать и ебать. А среди женщин повзрослей от 35 до 44 лет тем же путем пошли аж 52%. 52% пошли тем же путем, но это их потому, что туда послали. Не каждый любит заниматься сексом с динозаврами. Лента.ру сообщает нам, что связалась с представителями Геймленд, это такой издательский дом, который выпускает журналы и еще телекомпания, которая делает свой канал. Так вот, значит, Геймленд подтвердил информацию о том, что выпуск PC Gamer и Total Film, это недавно купленные Геймлендом журналы, будет временно приостановлено, извините, в связи с мировым экономическим кризисом. Почему компания решила заморозить выпуск журналов? Давид Шосток, управляющий директор Геймленда, сказал, что руководство изучило не только финансовую сторону. Компания старалась закрыть проекты, охватывающие определенную часть аудитории читателей, к которой у Геймленд есть доступ при помощи других изданий. Другими словами, киноманы смогут покупать, к примеру, журнал Total DVD, а фанаты компьютерных игр практически ничего не потеряют, если некоторое время вместо PC Gamer будут покупать PC игры. Возникает только один вопрос, если фанаты ничего не потеряют, зачем издательству Геймленд понадобилось покупать эти два журнала? На протяжении всех месяцев, что эти журналы были куплены, руководство Геймленд утверждало обратное. Дмитрий Огарунов, это генеральный директор Геймленда, подчеркивал, что все издания лишь кажутся дублирующими, но только с точки зрения обывателя, который не разбирается в тонкостях рынка. Интересно, как маркетинговая служба Геймленда разбирается в тонкостях рынка, если компания исполнила такой зигзаг. К примеру, каждый журнал игровой писал Дмитрий Огарунов и говорил, что обладает каждый журнал своей спецификой, и у каждого есть своя аудитория. Видимо, история с закрытием GameXe его ничего не научила. И вообще создается впечатление, что этот самый финансовый кризис иногда является удобным средством что-то подкорректировать внутри компании, выкинуть служащих, которые стали почему-то неугодны руководству, снизить зарплаты или вот закрыть журнал неудачные. Кроме того, из-за этого же самого видна кризиса вы, дорогие телезрители, не увидите в эфире телеканала Геймленд ТВ передачи без винта, ведущими которой являются бонусы Гаммер. На первое полугодие эта программа Геймленда мне подписана. Так что теперь эксклюзивно бонусы Гаммер, известные также как Антон Зайцев и Борис Репетур, а также я вместе с ними, будем выходить только на MTV в иконе видеоигр. Кстати, икона видеоигр будет очень сильно обновлена в новом сезоне, так что я думаю, вы немало удивитесь, если включите телевизор в январе, когда не помню. Еще одна забавная новостишка. The Sims адаптировали для мусульман. Если кто помнит, это что-то вроде симулятора Бога The Sims, где надо было развивать свою семью. Теперь семьи надо будет развивать не стихийно, а в связи с мусульманскими законами и заповедями, которые опубликованы в Коране. Такой вот симулятор Аллаха решили выпустить в компании Мукслим. Мне любопытно только одно, я тут немножко себе выписал, подготовился. Он сотворил все сотворенное по своему знанию, пишет нам Коран. Он предопределил судьбы всех своих творений, он установил им определенные сроки жизни. Это почти как The Sims, но когда мы говорим о единстве Аллаха, веря с помощью Аллаха, что Аллах един, без каких бы то ни было сотоварищей, под сотоварищами имеются в виду любые боги, божества которых люди почитать начнутся наряду с Аллахом. Мне интересно, как это решили мусульмане выбиться. Какой подарок им сделали мусульманам? В Рунете открылся православный торрент-трекер. Дорогие друзья, у православных пользователей Рунета появился свой сайт ой.ру, призванный упростить возможность приобщения к религиозной культуре. Благодаря вот этому специализированному торрент-трекеру, как звучит раскатисто, православный торрент-трекер. Так вот, верующие люди получили возможность беспрепятственного и простого доступа, мы знаем уже по сайту точка ой.ру, да, какой-то беспрепятственный доступ, к огромному количеству соответствующих материалов. Вот, значит, православный торрент-трекер открылся совсем недавно, первые пробные записи появились около месяца назад. Да, большой популярностью он пока похвастаться не может, тем не менее, среди всяких там библей и толкований к ним, я заметил DVD-рипы обычных советских мультиков. Интересно, как там с авторскими правами, заповедями, тип, не укради, все это очень интересно. Так вот, русский православный торрент-трекер, это не единственный православный сервис в сети. Еще существует православный почтовый сервис, я на нем был, он все время висел, видимо, лукавый что-то там подговнил. Есть еще православный медиа-сервис, это что-то вроде Рутюб только православного или Ютюба, в день похорон Алексия, там в прямую трансляции транслировались эти самые похороны. Есть набор богоугодных смайликов, которые отбивают земные поклоны. Так что, да. И православный торрент-трекер, православный торрент-трекер вписывается в эту веселую компанию как нельзя удачно. Главное, чтобы у его пользователей или администрации не началось проблем с правообладателями или провайдерами. Но православная церковь умеет все делать в рестораде, вернее, заставляет это делать других, так что, я думаю, проблем особых возникнуть не должно. Аминь. Ты смугать думаешь? Меня, православного батюшку! И чем? За там она! И напоследок, одна радостная новость для игрозависимых телезрителей нашей передачи. Как сообщает Амстердамская клиника... Да, уже сама... Дэ Смитт Эд Джонс Сэнтер. И вот, значит, как сообщает эта клиника, 90% геймеров, которые лечатся от игровой зависимости, на самом деле ею не страдают. Главный врач этой клиники, Амстердамской, рассказал, что пристрастие к онлайн-играм является в большей мере социальной проблемой общества, а не психологической особенностью и заболеваниями конкретных людей. Вот, например, если вы не знали, то в игры вроде World of Warcraft или Call of Duty вы играете дни и ночи напролет вовсе не потому, что эти игры хорошие, дорогие друзья. Причина вашего увлечения этими играми кроется в неприспособленности к жизни в обществе, одиночестве, невозможности наладить контакт с родителями, коллегами или одноклассниками. Так что, вот так, это заставляет вас, бедолаг, искать пути для самовыражения в виртуальных мирах. Так что, на самом деле, ничем вы не болеете, так что сидите, как говорится, и не п***йте. Ну и напоследок, одна печальная новостишка от нашего портала GameTV. Многие на форуме спрашивают, куда подевалась радио 2.0, которое только что вроде бы открылось. Дорогие друзья, радио 2.0 работало в тестовом режиме, оно пока не открывалось. Мы обкатывали технологии, сейчас выпуск передач временно приостановлен в связи с тем же кризисом, и возобновятся эти передачи, если все пойдет как надо, после января 2009 года. Так что не волнуйтесь, пишите на правду, как всегда, собака.game.defisTV.ru Я пока без палоч, один глагол всех заменю. А в следующий четверг состоится грандиозный новогодний выпуск подпольной правды со специально приглашенными звездами. Не пропустите. Пока.